Привет! Если ты сейчас впервые попал на наш канал, то обязательно нажми на красную кнопочку под видео, поставь лайк и напиши комментарий. И не забудь про колокольчик, а взамен мы снимем для тебя еще больше новых крутых роликов. Я спрячу подарки и испорчу все в новогодний праздник. Игры под елку. Найди пять отличий. Значит нужно найти и обвести маркером отличия. Приступим! У этой лисички шарфик без звездочек, а у этой со звездочками. Здесь у снеговичка нет пуговки, а здесь есть. У елочек отличается цветом звезда. С этой стороны рядом со снеговиком стоит горшок с цветочком, а с этой нет. Где же последнее отличие? А, вот нашла! На роге у оленя завязан бантик, а здесь нет. Какой же классный подарок подарил мне папа еще до нового года. Теперь на новогодних каникулах, да и вообще на любых каникулах, не будет скучно. Игры под елку. Найди десять отличий. Какой же классный подарок подарил мне папа еще до нового года. Теперь на новогодних каникулах будет чем заняться. Открою первую страничку. Ух ты! Снегурочка! Здесь я вижу разные звездочки. У снегурочки слева нет бантика на косе, а справа есть. Здесь у лисички нет бабочки, а здесь есть. Еще один шарик отличается по цветам. Здесь синий шарик есть, а здесь его нет. Не могу найти последнее отличие. Виталина, помоги мне! Отстань, Соня, у меня сложное задание. У тебя всего пять отличий, а у меня целых десять. Виталина, ну помоги мне! Ну хорошо, хорошо. Бантик на косичке. Уже нашла. Шарик. Ну вот все шарики нашла. Видишь, обведены. А, хвостик у лисички. Хвост? Точно! Вот оно последнее отличие. Виталина, тебе не кажется, что мы начали слишком рано готовиться к Новому году? А где наши подарки? Их кто-то забрал! Смотри! Тут есть подсказка! Игра-бродилка. Новогоднее путешествие. Я думаю, что мы найдем наши подарки после того, как пройдем эту игру. Открываем книгу. Ого! Внутри книги рулетка? Сначала нужно выбрать фишки. Ничего себе! Я буду играть красной елочной игрушкой. А я звездочкой. Мы крутим рулетку и смотрим, где останавливается стрелочка. Если на цифре, то перемешаем по клеткам свою фишку. Если выпал восклицательный знак, то нужно выполнить задание. Давай начнем! Давай, я кручу! Шесть! Ура! Я-ху! На клетке сказано, увидел друга, вернись на клетку три. Значит, ставим фишку на третью клетку. Твой ход, Соня! Ух ты! У меня выпало четыре! Задание номер один. Просидеть минуту с серьезным лицом, пока другие пытаются тебя размшить. Улыбнешься, пропускаешь ход. Выдержал? Крути рулетку еще раз. Засекаем. А ты смеши меня, Соня. Тогда шутка. Я встретила Деда Мороза. Он у меня спрашивает, чего ты хочешь? Я такая, единорога. А он такой, давай что-нибудь более реальное. Тогда я хочу ничего не учить, но получать пятерки. А Дед Мороз мне отвечает, какого единорога ты хочешь? Ага, проиграла. Теперь мой ход. Мне выпало второе задание. Мне нужно назвать пять слов на букву, которые ты скажешь. Но нельзя думать больше десяти секунд. Буква Р. Радуга, ромашка, роль, рыба, рука. Да. А я делаю еще один ход. Мы дошли. Добрались к елке. Так где наши подарки? Значит, их не украли. А просто спрятали. Вон же они, под елкой. Так значит, мы бы их и так нашли. Ах, в следующий раз спрячу подарки на чердак. Мама подарила мне новогодние водные раскраски. Водные? Я таких еще не видела. Это раскраски наоборот. С помощью кисточки нужно проявить картинку. Так интересно. У меня задание. Что в руках у зайчика и какого цвета шарф. А у меня, что несут из леса мишка и зайка. И что на голове у мишки. Проводим кисточкой и картинка начинает проявляться. А после того, как картинка высохнет, она снова станет бесцветной. Можно играть бесконечно. У меня мишка и зайка несут подарок. А на голове у мишки шапочка. А у моего зайки красный шарф. А в руках он держит игрушку для елки. Ты посмотри, Соня, сколько здесь заданий. На все каникулы хватит. И на следующие тоже. Продолжим разукрашивать. Ну а ты был на канале Бандибонгеймс. Подписывайся на наш канал. Ставь лайк под этим видео. А в описании я расскажу, как найти и заказать тебе такие же классные наборы. Не отвлекай, Виталина. Пока-пока.